Акция «Ночь в музее» – отличная возможность для всех неравнодушных и любознательных открыть для себя нечто новое, таинственное. А что может быть загадочнее космического пространства? Ему, огромному и непостижимому, посвятили эту ночь в музее Первого Совета. 50 тысяч лет назад, когда люди, по сути дела, жили в пещерах, там ненадотальцы, карманьонцы, параллельно существовали, когда у нас на Земле был дневниковый период, тогда уже люди обращали внимание и на Солнце, и на Луну, и на звездное небо. Спустя 50 тысяч лет интерес человека к далекому и манящему космосу не стал меньше, потому и посетителей этим вечером в музее немало. Масштабная экспозиция включает в себя многочисленные космические артефакты, осколки метеоритов, подробные фотографии и даже уменьшенные модели луноходов. Многочисленным посетителям выставка пришлась по вкусу. Мне очень понравилась эта выставка тем, что тут есть все о космосе. Это значки и медали, это луны, модели, это всякие луноходы, и само это как у ракеты. Мне все понравилось. Целый выставочный зал посвящен человеку, покорителю космоса. И, конечно же, первое имя, всплывающее при этом в сознании, Юрий Гагарин. В этом году легендарному космонавту исполнилось бы 80 лет. На выставке представлены предметы, связанные с историей космонавтики, газеты, журналы, открытки, значки, медали и другие вещдоки периода первых полетов человека в космос. Тоже во многом первопроходец, правда, не космического пространства, а водные стихии. Олег Волынкин продемонстрировал посетителям документальный фильм. Фильм поведал о подготовке к первому кругосветному плаванию Олега Волынкина и его команды. Ивановский путешественник рассказал, что означает название его экспедиции «Путь Ориона» о тримаране и морских приключениях. Публика была буквально зачарован рассказом и еще долго не отпускала мореплавателя. Сегодня я показывал фильм, которому 10 лет исполнилось в этом году, когда мы только-только предполагали уйти в кругосветную экспедицию. Оказывается, вы знаете, люди настолько внимательно слушали, что была тишина. Я слышал сам себя. Для того, кто выступает перед публикой, это высшее достижение. Никто не встал, не передвинулся. И я считаю, что я очень счастлив. Сегодня встреча, она просто удалась. Спасибо всем. Новое и непознанное всегда будет будоражить интерес человека, манить его к открытиям. Такова природа человека. Пусть даже не в плавании или открытый космос, а просто в музей. За новыми знаниями, эмоциями и впечатлениями. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.